Всем привет! Сегодня расскажу за метод референсис, так называемый, ссылки на методы или что-то в этом духе. Смотрите, концепция какая? Вот у нас есть с вами такой стрим. Стримы мы уже проходили, тут ничего сложного. Создаем стрим, в котором два параметра, one и two, и мапаем его. Переводим из обычной буквы в uppercase. Дальше там можно то лист вызвать и так далее. Это не имеет значения. Но, что имеет значение, то что джависты посчитали, что это и так долго писать, писать целую строчку. И они решили это еще сильнее сократить. То есть у нас есть еще более мощная штука. Сократить это все до вызова метода. То есть поскольку у нас здесь всего лишь вызывается метод у стринга, который относится к типа string to uppercase. Они здесь все это еще сократили. Они написали, можно у нас написать string to uppercase. И будет то же самое, что и здесь. Ну и типа там несколько символов. Короче, вроде как круче. Поэтому иногда вы можете это использовать. Что это на самом деле за надпись такая? На самом деле, представьте, у нас есть какой-нибудь класс. Скажем, студент. У него есть имя string name. У него есть конструктор. И у него есть getter и setter. И соответственно мы берем наш stream off. Сюда мы засунем новых студентов. Новый студент Max. Новый студент Mike. Мы создали двух студентов. Теперь я хочу замапить. Сделать что-то с ними. И тут уже есть такой прикол, что я могу у каждого студента, скажем, получать имя. Ну, смотрите. Я могу написать так. Student get name. Что здесь произойдет? То есть, это некие аналоги, если бы я написал x.x.getname. Вот. То есть, здесь у меня просто вызывается метод get name метода студент. А вот идут все параметры x, они все убираются. То есть, у меня просто-напросто вызывается вот этот метод. Мы это делаем ссылку на метод какого-то класса здесь. Это называется method reference. Ссылка на метод. Вот. И, соответственно, дальше мы это все можем вывести. Сделать system.out.println. Здесь та же самая ситуация. Мы у класса out, который находится в пакете system, вызываем method println. И у нас сейчас появится именно Max и Mike. Как видите, то есть, в принципе, ничего сложного. То есть, это аналогичная запись. То же самое, если бы я, допустим, здесь нажал бы, сделал бы так. И south x. Но, чтобы не писать вот эти вот параметры, x, мы просто указываем, какой мы метод хотим вызвать. То есть, немного так сокращаем код. И последнее, что еще хотел, а, да, есть еще специальная подпись под это все дело. То есть, представьте, у нас есть stream of, здесь, скажем, на какие-нибудь там, джон и энди. Ну, к примеру. Вот. Опять я хочу замапать. И здесь я уже могу сделать так. Student new. И здесь у меня для каждого имени, которое есть, то есть, для Джона и для Энди, у меня вызовется конструктор метода студент. То есть, я их передам. Это то же самое, если бы я здесь написал бы вот так вот. New student x. Student student. Но, чтобы так длительно не писать, мы просто говорим, что мы хотим вызвать конструктор через оператор new. То есть, это некое такое тоже сокращение. Что, в принципе, тоже очень мощно. Но, дальше мы тоже можем это все вывести. Давайте написать. Здесь уже не получится сократить. So, x get name. То есть, у меня сюда приходит x. Это параметр типа студент. Потому что здесь я создал два новых объекта студент. И здесь у меня у студента берется имя. Вот у меня Джон и Энди, они тоже вывелись. Вот как-то так работают ссылки на методы. Method references. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Всем пока.